Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «Неделя города». Смотрите в выпуске. Звезды на алмазе. Рязань впервые примет биатлонный этап Кубка Содружества. Гошеные артефакты. В епархиальной библиотеке открыли выставку редких почтовых марок. В ожидании чуда городские власти открыли марафон новогодних торжеств. Рязань впервые примет этап Кубка Содружества по биатлону. Гонки пройдут на трассах спортивного комплекса «Алмаз» 24 и 25 декабря. К участию заявленные олимпийцы из сборных России и Беларуси ожидаем прибытия всех звезд. Больше 4 тысяч зрителей уже приобрели билеты на это грандиозное спортивное событие. О том, как это будет, расскажем далее. Пари Кубок Содружества – первые международные соревнования по биатлону, которые пройдут в регионе. Это важный старт для спортсменов. В современных реалиях такие соревнования позволяют олимпийцам поддерживать тонус и боевой дух. С Рязанью я лично знаком давно. Мы проводили здесь первенство города Москвы. За последние 5 лет стадион, правда, превратился в один из ведущих стадионов России. Поэтому СБР и доверило проведение первого зимнего этапа Кубка Содружества. К моменту проведения конференции для СМИ заявились 43 мужчины и 31 женщина. 15 мужчин и 15 женщин – спортсмены из сборной страны. Спортсмен-олимпийцы из России и Беларуси отметил Мелехов довольны трассой и ее состоянием, несмотря на погодные условия. Погода в ноябре месяце позволила нам заготовить тысячи кубометров искусственного снега. Система снижения работала круглосуточно. Только тогда, когда устанавливался хотя бы небольшой минус, мы работали, заготавливали снег, перевозили снег, уплотняли его. И на сегодняшний день из искусственного снега у нас с вами подготовлено 3 километра 300 метров. Подушка составляет 30-40 сантиметров. И несмотря на то, что сейчас немножко раздождилась, отпустила, трассы находятся в хорошем состоянии. Для зрителей выставлены трибуны на 3000 мест. Творческие коллективы и аниматоры, профессиональные комментаторы и красочные церемонии награждения. Все это ждет рязанцев и гостей города в ближайшие выходные. Про интерес к биатлону населения я уже сказал, он сумасшедший. То есть я уверен, что Рязань это то место, которое заслужило данный кубок. И скажу простым обывательским языком, мы не подведем. Для зрителей организована парковка на 1000 мест, а также шаттлы, которые будут курсировать в площади театральной с 8 часов утра. Впервые в этом сезоне такие дисциплины, как суперспринт, он очень красочный, и монстр большой, в котором участвуют все участники. Поэтому приходите на стадион и увидите все своими глазами. Еще несколько лет назад никто не мог подумать о том, что Рязань будет принимать соревнования такого уровня. Историческое событие в рязанской спортивной жизни, и вы еще успеете оказаться причастными. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этой неделе на Лыбецком бульваре стартовал марафон новогодних торжеств. В этот раз на праздник массовых мероприятий не будет. Но это не помешает сказке заполнить улицы города на все выходные. Великолепная елка будто со страниц красивой детской книги. Возле цирка на Лыбецком бульваре станет центром всех событий в эти новогодние праздники. Как раз возле нее и дали старт торжества. Лыбецкий бульвар – это основная площадка празднования. Видите, как он красиво украшен у нас. И тут пройдут все мероприятия, которые мы запланировали. В этом году не будет массовых мероприятий. Мы прислушались к мнению горожан и понимаем ситуацию. Поэтому все мероприятия будут семейного, детского формата. На Лыбецком бульваре будет организована зона, проект «День рождения Нового года». Мы в этом году хотим рассказать людям, вообще, как рождался Новый год. Как мы пришли к тем традициям, к которым мы уже привыкли. И которые в наших семьях мы продолжаем. История Нового года, каким мы знаем этот праздник, началась с эпохи Петра Первого. Он же ввел традицию украшать дома елку. Вот это и многое другое узнают тем, кто планирует приходить на центральные улицы в течение праздников. На Лыбецком бульваре будет также организована мастерская снеговика, где горожане вместе со своими детьми и семьей могут прийти и сделать какой-то новогодний сувенир для своих родных, близких, знакомых. В этом году также стартует проект «Рязанский почтальон». Он очень полюбился горожанам в период новогодней столицы. В этом году мы опять запускаем этот проект. Это такая интерактивная, централизованная экскурсия по улице Почтовой. Милостивые государи, по поручению Деда Мороза, со 2 по 8 января каждый день в 18.00 в 6 часов вечера я буду выходить на улицу Почтовую для того, чтобы собирать ваши письма для Деда Мороза. Еще одна задумка связана с русскими традициями. И хотя лошадей на улицах города сегодня не увидишь, организаторы сумели придумать альтернативу русской тройке. В этом году мы запустили новый проект. Называется он «Катание на тройке». Это такая любимая русская забава. И в период тоже новогодних праздников площадкой станет троллейбус номер 3. Он будет стилизован под Ямщицкую. Там будет настоящий Ямщик. Будут централизованные представления, фото зоны. Поэтому горожан и гостей города, конечно, приглашаем прокатиться на нашей такой рязанской тройке. В торговых рядах уже стартовала новогодняя ярмарка, где можно приобрести изделия местных мастеров. Это и гастрономические бренды, и сувениры. В общем, скучать не придется точно. Со 2 по 8 января каждый день будет насыщен волшебными событиями. И рязанцы этому несказанно рады. Конечно, обязательно. Да, мы катаемся на тройке. Покататься на тройке. Готов обязательно посетим. Все вместе, всей семьей кататься будем. Ну и тройку, как это, троллейбус. А, вот это тройку, да, обязательно проедемся. Ребенок каждый день будет ездить. Да, я в школу езжу на третьем троллейбусе. Каждый день буду. А письма Деду Морозу уже пишешь или уже нет? Да, уже написано. Планировали первый раз сходить на каток с ребенком. Купили даже коньки двухполозные. Вот попробуем. Начнем с этого. Как город украшает? Что понравилось? Ну, особенно, конечно, Лыбовский бульвар очень красиво. Все, везде хочется пофотографироваться. Планируем все посетить, потому что все будет очень интересно, увлекательно. И программа в этом году насыщенная, в принципе, как никогда, даже несмотря на современные условия. В этом году очень хорошо подошли к украшению, особенно Лыбовского бульвара. У нас такого в городе, мне кажется, не было никогда. Ледяные скульптуры, наверное, ему понравились. Мы в том году уже ходили. Очень классные. И котов хотим посетить. Прощайте вязать! А как украшение города? Очень классное. В том году, по-моему, такого не было. Очень красиво все светится. Начала свою работу резиденция Деда Мороза и новогодняя почта. Так что уже можно отправлять письма с желаниями. Не обойдется и без парада Дедов Морозов. Веселить людей только музыка новогодняя, новогоднее настроение, оливье и все остальное, что положено русскому человеку. И хотя до Нового года осталось еще чуть больше недели, настроение праздника уже витает в воздухе. А организованные мероприятия помогут окунуться в волшебство всей семьей. Новогодние чудеса традиционно наполняют город в декабре. В Рязанском театре кукол сказку можно было не только увидеть, но и создать самим. Благотворительную акцию для детей-сирот поддержала Ассоциация кулинаров Рязанского края. Новый год – это прежде всего время чудес, волшебства, воплощения самых смелых мечтаний. И вот свои сказочные способности объединили волшебники из театра кукол и Ассоциации кулинаров. Для того, чтобы подарить новогоднее чудо детям из школ-интернатов. Это одно из самых любимых благотворительных мероприятий, в котором Рязанский театр кукол участвует. У нас много таких проектов, но этот самый-самый, наверное, теплый, сердечный и душевный. Даже история его создания, она такая домашняя, семейная. Наш директор Константин Геннадьевич Кириллов вместе с Ириной Валерьевной Даниловой придумали его непосредственно за чаепитием. Ассоциация кулинаров Рязанской области накрывает столы, проводит мастер-классы. А Рязанский театр кукол дарит сказку. Два года подряд формат мероприятия приходилось подгонять под обстоятельства. Ковидные ограничения вынудили в 2020-м выезжать к детям в интернаты. А в 2021-м обойтись без мастер-классов, только угощением и сказкой. Но в этом году привычный, полноценный формат вернулся. Новый год – это, конечно, всегда сладости. Он ассоциируется со сладкими мечтами, со сладкими подарками. Поэтому, конечно же, в первую очередь сегодня мастер-классы от кондитеров города Рязани, которые работают в наших ресторанах, от наших партнеров, которые у нас в этом году впервые появились. Это то, что вызывает, наверное, удовольствие и впечатление для деток. В холле театра детей уже ожидали несколько мастер-классов от ведущих рестораторов города. Приготовление еды сродни некому колдовству. Смешать ингредиенты, получить вкусное блюдо – сам процесс завораживает. Из опыта, да, дети любят рисовать на пряниках, дети любят, когда много дыма, когда фантастика, когда из ничего происходит мороженое. Дети любят шоколад. Сладости, приготовленные собственными руками, под руководством опытных кондитеров, пожалуй, будет вдвойне вкуснее съесть. А сразу после мастер-классов и чаепития детей ожидает новогодняя сказка от театра кукол. Емеля, едущий на печи, даже взрослых не оставляет равнодушными. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Увольнять ответственных за закупку лекарств призвал на заседание правительства Павел Молков. Речь идет о тех, кто придумал хитрую схему, по которой производители лекарств, как та же самая фармера, не имеют права участвовать в тендерах по госзакупкам. Губернатор увидел в этом элементы коррупции. О чем еще говорили на правительстве, расскажем далее. Региональный бюджет принят, и это бюджет развития с ответственным выполнением всех обязательств. Об этом Павел Молков заявил, открывая очередное заседание правительства. Все принципиальные расходы в главном финансовом документе Рязанской области сохранены. Тем выше ответственность. О том, как и на что область получит дополнительное финансирование, недавно рассказал депутат Госдумы Андрей Макаров. Павел Молков на это программное выступление сделал специальную отсылку. В том числе, кстати, говорили о том, что не удалось сделать, что не удалось реализовать. Говорили о сроках срывов строительства, срывов реконструкции объекта. Например, такие, как расчистка салочи, запуск онкологического диспансера, который не без проблем идет. Опоздали с заявкой на Ухловский ФОК и так далее. Все знают свои вопросы, которые не удалось решить в полной мере. Я за такие вещи, конечно, краснеть больше не хочу, коллеги. Все проблемные точки известны. И давайте готовиться сейчас. Уже не раз об этом говорили, чтобы в следующем году срывов не было. А вот за торговый городок краснеть, похоже, не придется. Территория преображается с каждым днем. Под Новый год здесь решено открыть специальную ярмарку. Уже с сегодняшнего дня. Там будут представлены продукции местных товаропроизводителей. Это и товары к новогоднему столу, и сувениры. Также у нас будет отдельный домик, который посвящен акции «Мы вместе», где можно написать письма и передать определенные вещи нашим воинам, их семьям. И ярмарка продлится до 8 января. И будет работать в будние дни с 11 до 7 и выходные дни с 12 до 21 часа. А вот в Скопине сегодня совсем не до праздников. Здесь по-прежнему отключают воду. С жалобами губернатора уже буквально завалили. Все оправдания от главы местной администрации и профильного министра о том, что якобы налажен подвоз воды пожарными машинами, Павел Малков счел неубедительными. Дмитрий Владимирович, а вы пробовали жить на подвозе воды? Когда вам ее привозят в бочки, вы стоите в очереди за ней, наливаете себе ведро и с ним потом идете домой и распределяете на все нужды. Неудобно, Павел Иванович. Поэтому вот еще раз, мне каждый раз докладывают, что вопрос решен, проблема снята, остроты нет, коллеги. Я этот доклад не принимаю. Ставьте, значит, у меня отдельное совещание и рассказывайте, как на самом деле есть. Если вы считаете, что один раз туда съездили, на этом вопрос закрыт, решен, это не так. И уж совсем не так сегодня в процедуре закупок лекарств напрямую. Неожиданно оказалось, что та же самая компания «Фармеры», которая производит противораковые препараты, в госзакупках принимать участие не имеет права. Только через некую фирму-прокладку – посредника. Павел Малков увидел здесь почву для антикоррупционных действий. Мне кажется, что это очень подходящий случай к названию вашего управления. Мы с вами проговаривали вместе с Александром Сергеевичем. У меня огромная просьба вот этой ситуацией заняться так, чтобы в следующем году подобного не было. И пройти прямо по всем больницам, по поликлиникам, по закупкам. Мы должны приобретать напрямую у производителей, у всех. Тем более, когда производители еще и на нашей территории. Вот эти наценки, они никому не нужны посреднически. Александр Сергеевич, тоже проговаривали с вами. Нам надо, во-первых, все кадровые решения принять. Потому что я не хочу сейчас давать оценок, что это чья-то конкретная неэффективность, либо что-то большее. Даже разбираться здесь нечем. Просто попросите всех коллег, кто за это отвечал, уволиться. Кстати, только лишь увольнением, возможно, дело не ограничится. Но это уже будет решать совсем другое управление. Профильное. В Новый год без долгов. Акция с таким названием стартовала в центрах оплаты РМПТС. Компания решила изменить подход к работе с должниками. И теперь каждый из них получит возможность списать часть просрочки. Как это сделать, расскажем далее. 90, 50, можно 50, нет. А сколько мне надо заплатить? 206. В центральном пункте приема оплаты за тепло настоящий ажиотаж. Рязанцы закрывают просроченную задолженность. Акция в Новый год без долгов от РМПТС – это большой шаг навстречу всем потребителям. Сегодня общая сумма недоимок около полумиллиарда. Но это включая накопившееся пение. Так вот, в компании готовы эти суммы существенно пересмотреть. Условия более широкие, более доступные для граждан. Потому что не всегда все могут по прежним условиям оплатить одномоментно весь долг, чтобы списать пение. Поэтому мы предложили жителям сегодня новые услуги. Каждый житель, исходя из своих возможностей, оплачивает какую-то часть долга. И пропорционально этой оплате мы списываем те пени, которые накопились у него за этот период. Допустим, если он оплачивает 4 тысячи из 10 тысяч долгов, то 40% пений, которые накопились за период просрочки платежа, ему списываются. Пока что эта акция только на декабрь, но, возможно, ее продлят и на следующий год. Единственная просьба от компании РМПТС потребителям оперативно информировать об оплате или частичной оплате долга. Чтобы быстрее отследить и быстрее же списать часть пения. Это можно сделать телефонным звонком или же СМС-сообщением. Впрочем, физических точек доступа тоже в городе хватает. У нас есть специалисты и здесь, которые находятся в центральном пункте приема. У нас есть специалисты, которые располагаются в городе на улице Советской Армии в магазине Дикси. Это пункт приема КВЦ. Есть специалисты в городской роще, в торговом центре Политаевский 2, тоже в пункте приема КВЦ. Можно обратиться к ним, называть свой адрес и, в общем, получить то, что мы обещали. Поэтому мы, конечно, граждан призываем отозваться на наш призыв, откликнуться на акцию. Ну, в общем, сделать то, что они должны были сделать. Оплата долгов тепловикам – это в первую очередь деньги на развитие и улучшение предоставляемых услуг, говорят сегодня в РМПТС. Компания открыта к диалогу в любых ситуациях и обещает найти индивидуальный подход ко всем должникам. Есть же еще варианты с соглашениями и рассрочкой. В общем, надо просто прийти и наладить взаимопонимание. Производственные службы уголовно-исполнительной системы в этом году отмечают 120 лет со дня создания. В двух колониях Скопинского района швейное и металлообрабатывающее производство вышло на промышленные масштабы, в том числе из-за проведения специальной военной операции. Этот рабочий день осужденного Дмитрия Фомина от привычного не отличим. График плотный – 5-2. Сейчас он, например, выполняет заказ по пошиву специальных чехлов для очков, а также сумок для шлемов и бронежилетов. Все для военнослужащих. Заказ достаточно объемный. 100 тысяч чехлов. Продукция сейчас Минобороны предоставляет нам много работы. Спасибо огромное за это. Благодаря такому заказу осужденные могут выплачивать штрафы и возмещать расходы на свое содержание. Плюс налоги в региональный и федеральный бюджет. И это центр трудовой адаптации исправительной колонии номер 3. Швейное производство здесь основное. Заказчики в основном внутрисистемные. Но есть и частные коммерческие организации, а теперь еще и Минобороны. На производстве у нас задействованы две смены. В первой смене в районе 250 человек, в вторая смена 100. Полностью снабжены мастерским составом. У нас обеспечивает надзор за осужденными на рабочих местах вольные мастера и аттестованные. Всего в Рязани области есть 6 таких центров трудовой адаптации. Работает здесь больше 2000 человек. Основные направления – швейное дело, металло и деревообрабатывающее производство. И товары народного потребления. Здесь у нас на территории колонии есть ПТУ, которая обучает всем специальностям. Практически там большой перечень специальностей. И осужденный, попадая сюда после СИЗО, имеет возможность научиться. И в то же время трудом исправиться. Исправить свои ошибки, какие совершены были на воле, если таковы имеются. А это уже исправительная колония номер 5. Рабочих мест здесь почти 500. В этих цехах собирают скамейки и урны для парков, а также дорожные ограждения, лестничные марши и даже защитные коробки для кондиционеров. Взаимодействие с бизнес-сообществом у нас учитывается на взаимовыгодных условиях. Как правило, бизнес-сообщество предоставляет нам технологии производства, материалы, оборудование. Мы предоставляем рабочие места и спецконтингенты. Рабочих мест хватает, говорят в Центре трудовой адаптации осужденных. Тем более, что неделю назад в ИК-5 открылся свой швейный цех с упором на зимнюю спецодежду. Зарплату, конечно, с обычной не сравнить. Однако осужденные получают привилегии другого рода. Помимо обучения и наличия профессии, есть шанс получить УДО при определенных условиях. Да к тому же, как нам рассказали в Центре трудовой адаптации заключенных, еще не было случая, чтобы после освобождения человеку не нашлось бы подходящей профессии. Спонсор программы «Неделя города» – выставка продажи икра и рыба Камчатская. Свежие и вкусные продукты к новогоднему столу только для рязанцев. У торгового центра «Премьер». В Рязанской епархиальной библиотеке стартовала предновогодняя выставка марок «Мелодии Рождества». Ее представили, можно сказать, потомственные филателисты – отец и сын Владимир и Алексей Туарменские. Мы можем видеть, как британские рождественские традиции изображаются на марках. Ну что вот тут дети делают? Да, наряжают елочку, поют песенки, делают музыкальный вечер. На каждой такой почтовой марке целая жизненная история. Это, например, из Великобритании рассказывает о местных рождественских традициях. А вот марки с острова Рождества. Есть и такой. Находится в Австралии. Картина здесь посвящена классической мелодии «12 дней Рождества». Согласно тексту песни, на четвертой из них возлюбленная дарит автору «Четырех дроздов». Ирония в том, что на острове Рождества нет дроздов. Их роль исполнили альбатросы. И такое разнообразие предновогодних традиций можно увидеть на филателлистической выставке «Мелодии Рождества». Нам немножко даже повезло, потому что то, что мы здесь могли представить, это даже не все, что есть. На выставке можете видеть 295 экспонатов из 45 стран мира. Не самая крупная наша выставка, одна из самых красочных, тем не менее. Организаторы выставки Владимир и Алексей Туарменский, отец и сын, говорят, что даже не догадывались, что рождественских марок в их коллекции так много. Есть даже уникальный экземпляр. И что бы вы так не думали, он российский. Да-да, оказывается, рождественские марки выпускали и у нас в стране в 95 и 2001. Соприкоснуться с этим праздником побольше, может быть, узнать традиции этого праздника не только в нашей стране, но и в других странах, помогает как раз, как это покажется кому-то странным, именно марки. Казалось бы, вот этот вот маленький кусочек бумаги, который наклеивается на конверт, он переносит информацию со всего мира. Примечательно, что одна из самых первых декоративных марок в мире была посвящена именно Рождеству. До этого белый прямоугольничек носил чисто практический характер. На внешний вид повлияла благотворительность. Рождественские марки завлекали этим, чтобы люди и конверты украсили, и нуждающимся помогли. Теперь каждая такая рождественская марка несет в себя традицию праздника. Когда на эти марки смотришь, понимаешь, какой мир он большой и разнообразный. И даже вроде бы общие христианские традиции, которые объединяют огромное количество стран мира, они этим чудесным образом преломляются сквозь призму национальных культур, восприятие этого праздника. И когда наблюдаешь, как это все сконцентрировано на марках, то удивляешься, какой мир разный. Увидеть традиции разных стран, узнать уникальные детали празднования Рождества и красочные мелодии можно на выставке во время работы Рязанской епархиальной библиотеки. Выставка будет работать до середины января 2023 года. 19 декабря в Рязани открылась выставка продажи икры и камчатской рыбы. И уже с момента открытия рядом с прилавком образовалась очередь. Рязанцы хотят попробовать дары камчатского края. Выставка икра и рыбы Камчатской для горожан стала уже традиционной. В Рязани они приезжают практически каждый месяц. С самого утра горожане знают, куда идти за вкусными дарами камчатского края. Царица морей Чивыча и вкусная белорыбица. На выбор рязанцев здесь больше 35 видов рыбы. Как холодного, так и горячего копчения. А также слабого посола. Даже сами покупатели отмечают, что в магазинах такого ассортимента рыбы нет. В прошлый приезд был их, я покупал их икрасную икру, и рыбу красную, и белую пасу. Нас всех удовлетворили. Я икру беру. А почему икорчик? Ну, Новый год же на носу. Главное блюдо. Новый год. Все-таки праздник большой. Новый год. Икра пользуется большим спросом. Даже человек, который ничего не знает о морепродуктах, но любит именно этот деликатес, замечал, что выглядеть икра может по-разному. Отличается по цвету, диаметру икринок и немного по вкусу. На выставке продажа «Икра и рыба камчатская» – продукция высшего сорта. Ее незабываемый и насыщенный вкус ценится среди гурманов. Что сегодня решили купить? Я икру. А почему икорочку? А я потому что ее люблю. Я сама с Дальнего Востока, и я всю дальневосточную рыбу очень люблю. Поэтому я здесь часто у нее беру, прихожу, покупаю. И прям вкус, как на Дальнем Востоке? Да, да. Ну, потому что она вот эта, я уже знаю всю эту рыбу. Начиная от чавычи, это все, это моя любимая рыба. Попробовать дары камчатского края в первый раз или приобрести уже понравившиеся рыбные деликатесы, чтобы украсить свой новогодний стол, можно у торгового центра «Премьер». Выставка продажи работает до 25 декабря включительно. На этом у меня все новости к настоящему часу. До свидания. Новогоднее чудо с Камчатки к вашему столу. Свежий улов. Чавыча, красная икра, белорыбеца. С 19 по 25 декабря. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова